Приветствую друзья, с вами канал Кроссмото. Тема мототехники из соц. стран весьма интересна, поэтому в этом сюжете я хочу рассказать об истории югославских мотоциклов и мопедов Томос. Также попутно упомянем автомобили этого бренда, разберемся с чего все началось и что стало с предприятием в наши дни. Располагайтесь поудобнее за монитором вашего устройства. Мы приступаем. Редактор субтитров А.Семкин Для начала давайте вспомним, что из себя представляло ныне несуществующее государство Югославия. После Второй мировой Югославия стала федерацией шести социалистических республик под названиями Демократическая Федеративная Югославия с 1945, Федеративная Народная Республика Югославия с 1946 и Социалистическая Федеративная Республика Югославия с 1963. Воюя с гитлеровцами, глава коммунистического движения Иосип Брос Тита нашел общий язык как с Западом, так и поначалу с Советским Союзом. Амбиции Тита заключались в планах создания Балканской Федерации, куда должна была войти еще Албания и Болгария. Попутно с политической возней правительство Югославии и Иосип Брос Тита стремились развивать новые отрасли промышленности. Таковыми были и авто- и мотостроения. В июле 1954 года в Сежене, ныне территория Словении, была основана компания по производству двухколесных транспортных средств и вскоре было подписано лицензионное соглашение с австрийской компанией Steyr Daimler Puch. Пух с 1903 года имел богатый опыт постройки мотоциклов. Югославы посчитали, что экономичные и прочные мотоциклы Пух хорошо подойдут для агравийных дорог и крутых склонов, характерных для Балканского региона. Также австрийская компания предлагала лицензию на весьма выгодных условиях, поскольку переживала кризис. Буквально в следующем месяце, то есть в июле-августе 1954, название Thomas впервые появилось в документах компании. Название это расшифровывается как товарно-моторных колес Сежена. В октябре 1954 года правительство Югославии начало строительство завода Thomas в Копере, в Приморском промышленном центре Словении. Производство во временных помещениях началось в 1955 году, а завод был официально открыт в 1959 году самим Иосипом Брос Тита, президентом Югославии. Первым продуктом фирмы Thomas стал мотоцикл под названием Thomas Puch SG-250. В 1955 году было изготовлено 137 таких мотоциклов, собрано 124 мотороллера RL-125 и 100 мопедов Калибри. В следующем году мопеды составили львиную долю продукции, а именно 1712 экземпляров. За ними последовали мотоциклы в количестве 615, а затем мотороллеры. Одновременно с лицензионным производством Thomas приступил к разработке собственных серийных моделей. В конце 1950-х под общим названием Калибри выпускались многочисленные варианты мопеда Puch MS-50. Первые Калибри имели маркировку WS-50, а в дальнейшем наименовании модели варьировались числа от 0,1 до 15. Отдельные варианты мопедов были адаптированы для зарубежных рынков. В 1959 году фирма Thomas произвела более 17 тысяч Калибри и подписала контракт на первый крупный экспорт продукции в Швецию. Среди наиболее успешных моделей стала версия Калибри Т-12, впервые представленная в 1961 году. Она стала самым популярным мопедом в Словении. В начале 1960-х исследование рынка показало, что интерес к тяжелым мотоциклам снижается во всей Европе. И Thomas, как и многие другие мото-производители, последовал веянием эпохи. Ассортимент выпускаемой продукции был адаптирован и завод в Копере сосредоточился исключительно на производстве мопедов с объемом двигателя 50 кубов. Для обеспечения систематического и организованного развития в 1962 году был создан Институт технико-экономических исследований. 60-е годы были наиболее продуктивным периодом для Thomas, а Нидерланды стали важным рынком в начале 60-х годов, да настолько, что в 1966, там в городке Эпэ, был построен завод по производству мопедов Thomas. Завод в Голландии просуществовал аж до 2009 года и оказался самым долгоживущим заводом по производству мопедов в этом государстве. История нидерландского подразделения завершилась, поскольку на момент 2009 производить мопеды было целесообразнее в Словении, где рабочая сила в разы дешевле. Однако, давайте вернемся в Югославию. Помимо производства мототехники, фирма Thomas в конце 50-х занялась изготовлением автомобилей для внутреннего рынка. Начиная с 59-го года, Thomas начал производить автомобили Citroёn по лицензии на заводе Copper и продавать их в Югославии. Автомобильное подразделение принадлежало правительству Югославии и Citroёn с распределением долей 50 на 50. В 1972 году Thomas, Iskra и Citroёn сформировали новую компанию под названием Chimos для производства и экспорта автомобилей и автомобильных узлов. Iskra была производителем автомобильных компонентов, в частности генераторов. В число автомобилей местного производства входили AMI-8, 2CV-6, GS и Citroёn Diana. В 1981 году Chimos начала производить модель DAC. За основу было взято шасси Diana, в отличие от французского Akadean, который базировался на более длинном шасси 2CV AK400. На этой же базе Chimos подготовил модель пикапа под названием Jerry. Продажи составили 2200 DAC и 900 штук Jerry. Стоит отметить, что Citroёn запретил Chimos экспортировать эти автомобили за рубеж. Это событие повлекло за собой к разрыву взаимовыгодных отношений. К 1985 году Citroёn прекратил поставки запчастей своим югославским партнерам, тем самым обрекая автопроизводство на смерть. В 70-е годы прошлого века Томас начал подготовку к производству автоматики, собственной разработки в угоду новых тенденций мопедного рынка. Уровень жизни в Югославии, да и в Европе в целом, в 70-е вырос по сравнению с предыдущими десятилетиями. Число молодых покупателей мототехники также выросло. Несмотря на удачное сотрудничество с Австрией, в начале 70-х завод приступил к выпуску своего односкоростного двигателя А1 с автоматическим сцеплением, а затем в 1973 был запущен в серию двигатель А3. Это событие совпало с переходом завода на линию автоматической сварки рам. После 73-го года вся техника оснащалась собственными двигателями. Уже в 1976 году Томас вышел на рынок США и успешно держался там 3 года. Рынок достиг своего апогея в 79-м году, когда цены на топливо были высокими. Все благодаря решению ОПЕК и топливному кризису. За несколько лет американцы поняли, что 50-кубовый мопед может быть гораздо круче 7-литрового V8. Для молодежи даже выпускались специальные версии мопедов с поднятым рулем, сидением с опорой для спины, боковыми сумками и множеством хрома. Продолжалось производство линейки Калибри. А в 77-м году свет увидела модель Мокика Е90 с увеличенным объемом двигателя до 90 кубических сантиметров. Стоит отметить, что в начале 70-х, помимо бурной деятельности в нише 50-кубовой техники, Томас выпустил свой самый объемный, мощный и быстрый мотоцикл. На минуточку 58 лошадей и максимальная скорость в районе 200 км в час. Это была модель ТН-750 Fastback. В конце 60-х Томас сделал своего рода коллаборацию с компанией Нортон. Это сотрудничество привело к созданию мотоцикла Томас Нортон ТН-750 Fastback. Сам Томас не производил двигатели для этого мотоцикла. Двигатель прибыл в ящиках, а отдельные детали были собраны на заводе. ТН-750 Fastback это по сути модель Нортон Команда 750. Югославская модель отличалась от Нортон небольшими косметическими деталями. На рынок было выпущено всего 50 экземпляров. Оглядываясь на успехи компаний Ява, МЦ и других в нише среднекубатурной мототехники, Томас не оставлял попытки создать собственный мотоцикл. Тем более привлекательным казалось монопольное положение на рынке Югославии. Фирма приступила к разработке мотоцикла с двухцилиндровым мотором объемом 175 кубических сантиметров в конце 70-х годов. Силовой агрегат был разработан на основе двигателя Е90. Согласно имеющимся техническим данным, мотор мог развивать мощность 22 лошадиные силы и разгонять мотоцикл до 140 км в час. Однако в ходе испытаний возникли различные проблемы с устойчивостью мотоцикла на скорости выше 100 км в час. Есть даже непроверенные слухи, что один из мотоциклистов-испытателей погиб во время тестовых заездов в Италии и впоследствии проект был приостановлен. В течение пары лет Томас 175 Твин появлялся на различных выставках мотоциклов и автомобилей. Однако модели 175 Твин не суждено было пойти в массы. Планировалось две версии мотоцикла Томас 175 Туринг и 175 Спорт. Может показаться, что история Томас довольно нудная. Мопеды там какие-то. Однако у производства была целая гоночная программа и линейка заряженных полтинников. С конца 50-х годов Томас выпускал гоночные мотоциклы, предназначенные для национальных и международных гонок, а также для чемпионата мира GP50. Эта техника по техническому уровню не уступала западным гоночным мотоциклам. Вот, к примеру, модель D7 образца 1962 года, способная разогнаться до 140 км в час. А на модели D6 итальянский гонщик Жильберто Парлотти занял призовое место на чемпионате мира 1970 года. Производство бешеных мопедов продолжалось до 1980 года. Из последних можно упомянуть модели GP75, 79 и 80, цифры в названиях которых соответствовали году. Все эти маленькие мотоциклы в каком-то аспекте были более сложными в управлении, чем мотоциклы нормального объема двигателя. Потому что они были очень легкими. Вес составлял около 50 кг, а D9, к примеру, имел еще меньший вес – 39 кг. Двигатели этих аппаратов выдавали мощность порядка 18 лошадиных сил в диапазоне 16 тысяч оборотов в минуту. В 70-е томасы перестали составлять конкуренцию в GP, но добились некоторых успехов в национальных соревнованиях и чемпионате Европы. На рубеже конца 70-х – начала 80-х компания впервые столкнулась с ограничительными экологическими стандартами. В 1980-е томас модернизировал всю линейку двухколесных транспортных средств и сосредоточил свои усилия на снижении уровня шума и вредных выбросов, а также увеличение комфорта водителя и соответствие современному дизайну. Первым продуктом новой линейки стала модель APN6, представленная в 1981 году. В 1985-м появился мотоцикл нового поколения – BT50 с литыми колесами и указателями поворотов. На основе этой модели позже был выпущен Томас ATX50C для бездорожья. В 1990-е годы Томас выпустил модели Sprint, Targa и Targa LX. Два последних в конечном итоге были заменены на Томас ST и Томас LX. Был представлен новый двигатель под названием А35. И кстати, не будем забывать о событиях начала 90-х. Уже 23 декабря 90-го года прошел референдум, на котором независимость в Словении поддержали 88,5% проголосовавших. А мы прекрасно помним, где находится завод Томас. За событиями постепенного одробления государства последовал ряд вооруженных конфликтов, которые обобщенно именуются как «Югославские войны», которые длились с 1991 по 2001 год. Но не будем особо углубляться. Для этого материала нам достаточно знать, что Словения первой обрела независимость после распада Социалистической Федеративной Республики Югославии. Компания Томас успешно справилась с кризисами и в 1998 году была приватизирована и продана частной славянской корпорации Гидрия. Развитие и строительство легкой мототехники продолжилось. В 2004 году Словения была принята в Европейский Союз и был подписан контракт с немецкой BMW на производство комплектующих для некоторых ее агрегатов. В 2006 году двигатель А35 был заменен на А55. Этот новый двигатель отличался более легкими комплектующими, большей мощностью и соответствием новым экологическим стандартам. В 2007 году помимо Мокиков в линейке появились модели легкого супермота Томас SE-125F и Томас SM-125. В 2010 годы Томас вернулся на рынок США с новыми мопедами, обновленным спринт с классическими деталями и совершенно новым Racing TT. Однако по итогу компания не выдержав натиска более крупных производителей и терпя убытки обанкротилась. Произошло это в 2019 году. Так завершилась история Югославской, а впоследствии славянской компании по производству мотоциклов. На этом друзья, мой рассказ подходит к концу. Спасибо большое за внимание. В планах у меня еще много интересных сюжетов как по истории мотопроизводств, так и на пару слов. Но не буду спойлерить. Поддержать мой труд вы можете активностью на канале. Для вас это минута дела, а для меня мотивация на будущие проекты. Также можете поддержать канал монетой по указанным реквизитам. С вами был канал Кроссмота. До новых встреч!